Всем хай! Приветули, девчули! Сегодня у нас проверка такой косметики, которую мы с Дашей просто безумно долго ждали, и это косметика Шейн. Я очень долго ждала, Лиз. Даша, которая даже не знала, что существует косметика Шейн, но это уже другая история. Лиза мне об этом рассказала. Короче, когда я была в очередной раз в Германии, я зашла на сайт Шейн, и я охренела, потому что на Шейне, оказывается, есть огромный раздел с их косметосом. Там буквально косметика, которая называется Шеглэм. Ну и я ее заказала, мне она пришла, и сейчас, когда мы ее распаковали, мы что-то вообще сломались, потому что слишком круто. Типа, да, оно блестит! Шеглэм это серия косметики, которая продается только на Шейн. Типа Шейна, у них Шеглэм. Типа, Шеглэм, она гламурная! Вот это у нас получается тон, это у нас хайлайтер, здесь тени, здесь я купила желтую подводку, а это, короче, прикинь, я заказала только одни ресницы, а мне пришел целый вот такой вот набор гигантств. А там не было на картинке указано? Нет, там была одна пачка. Ну, вообще, ресницы очень хорошие. А ресницы выглядят классно. Ну, на самом деле, очень толстая вот эта вот ниточка. С этим согласна. Придется делать большую стрелку. Да. Ой, упаковка такая матовая. Очень приятно. Слушай, реально очень крутая, гораздо лучше, чем у Ариана Гранда, вообще в миллион раз. Так. А, кстати, удобно, что здесь можно так приоткрывать. С ногтями я ей все время рву. О, вау, посмотрите как. Хера, я только первый раз вижу. Что вообще происходит? Почему так круто? Бархатный чехол. Потом, вы вообще видели такое? По-моему, такие штуки, такие у Шанеллы есть. Это прям реально Диор или Шанелла, то есть это что-то такое, это прям совсем лухарый вип. Меня еще очень интересуют кисти, потому что я купила их вот в такой вот прикольной упаковке, но она прям круто выглядит. Открывай. Я надеюсь, там тоже будет бархатный чехол. Нет. Все? Оу. Ты посмотри, как их там много. Хрена, их там дофига. Они еще такие красивые. Они прям приятные. Они в такой розовый оттенок классные. Очень хорошо. Модные. Очень хорошо. Так, смотри, здесь даже такая кисть есть, маленькая под хайлайтер. Вот эти кисти немного бесполезные, правда. Эти тупые, да. Вот эти тупые. Да, вот эти все кисти, они бесполезные. Я люблю, может, пошире или скошенные. Вот это вот мне прям больше всего понравилось. Очень хорошие. Это прям классные. Они потому что обычно очень тонкие и широкие, а это прям плотная и хорошо будет носить хайлайтер. Ну, мы проверим. У меня реально такое ощущение, как будто эти кисти Шейн будут одни из самых лучших. Ну, не только кисти, а вообще вся косметика, потому что что-то слишком хорошо. Я, короче, сейчас открываю эту упаковку. Смотрите, с этой стороны мне казалось, что здесь, окей, 4 упаковки ресницы. Даша, внимание, смотри. Там под каждые 3 штуки. Мы были в полном предвкушении. Во. Посмотрите, какая полетка. Мы сейчас проверим, насколько она вообще качественная. И сейчас все будем смотреть. Короче, Дашка, как мы сегодня с тобой будем делать макияж? Ну, очевидно, какой-то яркий. Тиктокерский. Очевидно, не нюдик. Я считаю, нужно нарисовать такую рыбку на лице. Даша такая, я не хочу снимать видео в 5 часов, потому что я устала, проверкала в таком тиктоке. Даша такая, давай нарисуем эту рыбу. Начнем с тонального крема. Да, я это начну с теней. Я начну с тонального крема. Блин, я базу не нанесла. Без базы, проверяй, блин, даже без крема. Давай лучше крем нанесу, подожди. Слана, беги. Я человек простой. Растушевывать я буду тоже кистью, которая была в комплекте кистей, потому что мне кажется, это достаточно прикольно. Что пока могу сказать, что тон пахнет не супер приятно, это прямо ощущается. По консистенции он немножко густоват, но это и неплохо. Главное, чтобы он нормально лег и не ложился, знаете, с такой дурацкой маской. Хотя запах у него немного смущающийся. Слушай, Даша, мне кажется, он немножко потух. Я не знаю, мы бы это просто пахнем на... И он такой белый. Нормально! Это просто я загорела. На тебе он будет норм. Мне нравится, что он плотный, значит, он перекроет все прыщи. Он уже все перекрыл, прыщей нет. Они были профессионалки. Господи, посмотри на это мое... Какой ужас! Я, да, исправим кринг. Тут, короче, просто, понимаете, ситуация. Зеркало развалилось. Даша что придумала? Гениально, считаю. Почему-то не сняла тикток с лайфхаком. Берешь карандаш для губ, вставляешь сюда. Вставляешь сюда. Основная задача теперь это не развалить. Все, шикарно. Если мне больше нравится, когда у меня загорела, то мне не нравится, когда я была как бледная поганка на камере. А камера еще высветляет? Я сливаюсь своей кофтой. О, он здесь еще белее, чем ты! Почему ты белее, чем я? А, да, вот уже загарнее было. У нас под ним загарная подложка. Загарная подложка. Вот. Хочу сказать тебе, знаешь, хоть мои кисти вот это вот сказали, что она бесполезная, но по факту она очень найс. Знаешь, дальше всего я ору. С того, что вот косметика Шейн даже на данном этапе уже сейчас лучше, чем косметика Ариана Гранда и Селена Гомес, которая стоит бог знает сколько денег. Я видела у тебя этот ролик. Да я в ужасе, я сама в ужасе. Я так расстроилась из-за косметоз Арианы. А знаешь, рофл прикол? Меня начали отмечать фан-паблики Арианам, которых там типа тысяч по девяносто, по сто. Разные фанаты, что научись сначала краситься, а потом тирай Арианочку. И я такая... Ни слова про Арианочку, учитывая, что Арианочка от этих любимых певиц. А что, у нас не будет консилера? А, у нас же был консилер, да? Или не был? Сейчас. Я не крала. Нет, ты врёшь. Консилера нет, пудры нет. Вот. Тогда мы сейчас нанесём консилер и вернёмся. Да и брови ещё надо будет делать. Сейчас мы будем использовать румяна. Я максимально кайфую с этой упаковкой. Она прям такая классная. Но я вообще такие не люблю. Я люблю только румяна. А это и есть румяна? Ты хочешь сказать, что это румяна, а не контуринг? Это румяна. Но мы можем использовать их абсолютно как контуринг, но это в первую очередь реально румяна. Ладно, делаем как румяна. Хорошо, румяна-контуринг. Я сейчас поняла то, что тут нет кистей для румян, ай-гес придётся воспользоваться твоими кистями. И бездеснечко. Какой цвет будешь брать? Я начну с самого тёмного. Прямо самое тёмное берёшь? А-а-а! Оно сыпется! Я беру самый светлый. И самый светлый, кстати, не сыпется. Я скулы делать не буду по классике. Е-е-е! Посмотри, насколько он яркий! Но у меня нет комментариев, ладно. Я была готова к тому, что может случиться. Вот я по чуть-чуть беру. Офигеть! Это самый яркий румяна, который у меня когда-либо были. Вы не дадите мне соврать. Я всегда говню всю косметику, которую пользуюсь. Но это, блин, пока что она реально супер-классная. Мне ноль претензий к ней. Господи, нет! В жизни не так плохо. Покажи! Да, это у меня был контуринг. Классный. Ой. Немного не туда пошёл. Ну вот вообще нормальный нос. Кстати, тени... Слышу даже тени опременные, честно. Так, сейчас... Я вообще не ожидала, что косметика Шейн будет классная. Ну, здесь не хватает, конечно, какой-нибудь подложки. Угу. Надо было консилера побольше бахнуть. Я вообще не бахла консилера так на носу. Ну ладно, у нас тест, да, без консилера, без всего. Слушай, растушевываться реально норм. Вот честно, я ожидала вообще не этого. После моего опыта со всей дорогой косметикой, реально, когда ты берёшь косметик с Шейн, ты такой, блин, почему? Ну, а он не доставляется в Россию и в ХЗ. Давай у нас как будто одинаковый макияж. Хочешь одинаковый делать? Ну да. Давай. Мы тут посмотрели. Как выглядит, типа, как там? Я просто вот так вот. Ааа. Но у меня изначально, видишь, на розовой тени я использовала как розовую дымку. Да. Ну ладно, чуть-чуть отличается. Чуть-чуть пусть отличается. У меня розовый прям вообще вот здесь на глазах полностью. Ааа. То есть, видишь, у меня из розового выходит вот такой всё в макияж. Да, я так не делала. У тебя такой, типа, болезненный вид? Ага, как обычно. Я пришла, чтобы болеть. Так, дальше я хочу делать просто сектор-приз на пробане. Я не знаю, что сейчас будет делать, получится или нет. Я использую подводку тоже. Шейн, щеглэм. Белую-желтую. И смотрите, я хочу нарисовать, короче, гигантскую суперстрелку. Короче, мы доделали макияж глаз. Я сделала себе уже вот такую вот стрелку. Ну, типа, она, конечно, недостаточно желтая, потому что, видишь, она прям супербелая. В целом... Да, она вообще желто-белая. Ну, типа, да. Она, если была бы яркой, как неоновая желтая, было бы прям красиво, мне кажется. А так получается, что еле-еле видно. Еще есть, короче, вот такая вот подводка. Но она очень толстая. Я даже не знаю, как я сейчас буду рисовать, если вообще буду. И есть вот такая вот штука здесь для проверки лайфхака. Видите, вот эта вот штука, которая в ТикТоке вирусится. Хз, получится я сделала что-то или нет? Это же вообще не желтый лист. Да он непонятный какой-то, да. Такая херобора. Это пипец. Она нихрена не рисует. Это вообще ужасная. У меня как будто бы отлично пишет, ты говоришь? Ты говоришь, что она отлично нарисовалась. Ты как там уголвила? Угу. Честно скажу, нарисовать эту стрелку очень сложно. Вот тот, Шейн, мне что-то не понравился. Так, ладно, я не могу ничего говорить, пока рисую эту стрелку с позволения, так что я вернусь к вам позднее. А-а-а! Я нарисовала стрелку. Это было очень сложно и очень плохо. Сейчас попробую лайфхакерской вот этой вот частью поставить стрелку. Я посмотрю за этим, потому что это забавно наблюдать. Ну, что-то не туда пошло. Давайте тут. Говно, да? Нет смысла пробовать. Очень плохо, очень плохо. А-а, ну а я теперь именно нарисовала одну стрелку. Это лучшее из того, что я могла сделать, поэтому я не знаю, как это комментировать. Ладно, ты пока крась свой несчастный глаз и пока пробуй протестировать вот этот вот хайлайтер и заодно вместе с ним вот эту вот кисточку. Смотрите, такая снежинка, типа зимняя свежесть. Слушай, хайлайтер, хотя не, он очень мелкодисперсный. А, там есть хайлайтер, а то я Dior прихватила. Ну, нет, нет, хайлайтер, я не знаю, но Dior. В проверке, я не знаю, как я по-чейн. Ну, нет, хайлайтер, честно, сначала подумала норм, но сейчас понимаю, что хера борина. Очень жаль, очень жаль. Вообще, его бы устрелку давить. Понимаю. Она точно нарисуется. Да. Она рисует точечно, и тебе приходится просто брать и буквально по точкам его вбивать. Как Майнкрафт. Да, по кубикам. Видно, у меня ступенька. Норм. Учитывая, насколько плохой этот фломастер, это норм. У меня не удавая стрелочка. Лучше получилось у меня сделать вот это. Блин. Ладно, сегодня макияж не удал. Все, и камера сбежается. Всем пока. Ладно, пока, не пока. Так, Лиса уже потестила хайлайтер, да? Да. Теперь нужно потестить мне. Я вообще люблю хайлайтеры с таким крупными блестками. Здесь проверим. О, кстати, я нарисовала стрелку, пока Дарья проверяет. И стрелка выглядит, ну, типа, не лучшая стрелка в моей жизни, но пойдет. Слушай, ну, хайлайтер неплохой, но я так и не люблю. Он белит очень сильно. Да, он белит, и у него блик, ну, лучше, чем, конечно, хайлайтер Ариана Гранда. Ой, сразу. Мне тоже сделай, потом, пожалуйста. Ой, все. Сейчас она бэкстейдж готова. Все, пассионалка, да. Засияла. Камера разряжается. А, нет! Вот так вот получилось у нас. Осталось сделать реснички и губки. Слушай, тушь класс. Вообще офигенная. Мне, наверное, тушь пока что больше всего нравится из того, что я попробовала, потому что она прям во. Она аж туда их уносит. Да. Ты так все время ресницы кратишь уверенно? Ах. А ты нет? Я понежнее. А. Чтобы не запачкать. Я все запачкала. Обычно не запачкала, да, значит, ты меня похвалила. Я такая, а, ну все, значит, я классная. И поэтому я обосралась. Ха. Лиз сказала, что она здесь брала еще клей для ресниц, да? Да, он мне очень понравился. А. Ты взяла клей для ресниц? Я не правильно его открыла, он летел мне вновь. Очень. Блин, я не ожидала, что он открывается. Он прям плюскнул в тебя. Да. А, стой. Это все нормально, это пятно от румяна, это не раздражение. Ребята, у меня раздражение от косметики пошло. Она была кликбейтершей. Но, кстати, нижняя ресница вообще нифига не красит. Смотри, какой отстой. Слушай, ну по ворсинкам видно, что она... Короче, если ты хорошая ресница, она сделает классно. Но если у тебя не очень, то иди нах. А я пока протестирую помаду. Кстати, я, честно, не ожидала, что они цвета будут настолько коричневыми. Смотрите, во. Прям коричневый, но при этом... Фу, он цвета какашки. Фу. Он прям реально цвета говна. Пой, как пахнет. Рукой твоей? Нет. И спиртом, да? Да, моя рука не пахнет спиртом. Это чё? Это что? Центральные губки. И пропуск в трусики. У меня много вопросов к этой помаде, но на камере она выглядит секси, поэтому я оставлю свои вопросы и подожду твоего экспертного мнения. Номер два. Потому что пока все, что я могу сказать про косметику шеи Кстати, да, мой макияж пользуюсь очень закончен Возьму только тоже на подбровку себе Так, сейчас нанесем на нижние Я такая бледная лис Мне больше всего нравится твой нос Такие, конечно, экспертные они были Ничего не скажешь, милашка Так, помаду Ой, мне очень интересно, что скажешь про помаду, потому что она просто худшая Я понимаю, что она полупрозрачная Ага И только в ней ноль Ага И еще она пятнит Так, ну давай Напятни мне, попробуй Так далее Всем внимания Да От нее воняет, лиза Да, она пахнет с притягой и мертвичиной Вот У меня сейчас губы выпадут Вдруг у тебя случится лютый отек, и оно вот здесь вот будет Да И ты проснешься, и от этой косметики у тебя все будет здесь Как после утра Надеюсь, такого не будет А почему у тебя коричневый, а у меня светло-коричневый? Я не знаю У меня вообще никакие-то бордово-красные, а у тебя нюдовый-коричневый Вот так вот, ребят, по-разному все смотрится на разных лицах А реально, почему у тебя она супер-светлая, а у меня темная? Стирала тон с губ? А у меня его не наносила на губы Ну, у меня сон еще попал Может, у тебя там? Может быть Цвет слишком разный Угу Это даже не назвать плохо Это ху-о-о-о-о! Отвратительно, я бы сказала А она матовая? Да, она, посмотри, я ее нанесла 10 минут назад Она, вообще, она даже, это, не впиталась Она просто как блеск, но при этом она не оставляет цвет Смотрите Видите, цвета нету Это просто говно какое-то Цвета нет Смотри на мою руку. Даш, смотри. Она не стирается. Это тинт. Это тинт, который просто вставляет влажный блеск, но он не стирается. Все. Твои гобы теперь на неделю такие вот. Тинт на тату. Ну ладно, хоть и красный, да. Ааа, Лиз, они у тебя темно, потому что они затинтовались. У меня они сейчас тоже затинтуются. А, да, смотри, они же реально темнее становятся. А, ладно. Ну что ж, на сколько мы оцениваем? Давай, давай сначала секси. Кончайте. Мне очень нравится, что у тебя контуринг буквально по цвет волос. Да, я так и планировала. Я типа зайчик. Да, она была зайчиком, а я была с собой. Альт. У нас почти похоже мейк. А что мы делаем? Мы показываем после. Видите разница? Не на вишевеке, а на вишевеке. Да у меня тоже на виши. Ну тебе хочется ударить. У тебя не нравится? У тебя вот эти микромаленькие миллисантиметры, просто чуть-чуть нависает. Ну да, в целом. Ладно, у меня не на виши. Ну что ж, косметика косметика Шейн, ну как одежда. Да, 50 на 50. Ну в общем, такая косметика Шейн. Пока.